Всем привет! В конце января я обычно сею сельдерей и петунию. У меня вот такие семена петунии. Наробится вот такой контейнер. Можно потом для начала просто взять, но потом лучше все равно в контейнер помещать, для того чтобы петунии потом могли хорошо развиваться. Нужен такой тепличный. Специально контейнеры я не покупаю. Мы берем вот в таких контейнерах, в таких, чуть побольше, творог, собираем и складываем в течение зимы, а потом они идут у меня для того, чтобы что-то в них висевать. Очень удобно. Я сейчас достану оттуда таблетки кокосовые. Здесь у меня вот контейнер. по четыре штучки. И заливаю водой. Буквально в течение короткого времени они разбухнут, займут гораздо больший объем, вырастут и в высоту, в основном высоту. Смотрите, прям вот на глазах растут, растут, растут. Вода впитывается, а они как по волшебству растут. Уже сейчас вот прям на глазах они в два раза увеличились. Вот здесь с этой стороны сухо, еще подливаю водой. Сейчас просто посмотрим, насколько они могут вырасти. Смотрите, еще увеличились. Много воды не наливайте, понемножечку лучше подливать. Еще впитано. То есть я лью до тех пор, пока вода уже станет ясно, что она не будет впитываться. Вот видите, впитывается, впитывается, впитывается. Таблетка увеличилась в четыре раза. Хорошо. Возьму сейчас я питунью махровую, пируэт, бурпурную, гибрид 1. Вот она. Тут гранулированные семена. И там их всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В каждую таблетку буду помещать по 2 гранулки питунь. Так, одна сама упала. Сейчас я ее подкачу сюда. В центр, не знаю, я не стараюсь попасть в центр, потому что я боюсь, что питунья может не взойти. Поэтому размещаю. Просто вот так вот немножечко вдавливаю. И на этом все. Так. Там я посеяла по 2 гранулки каждую таблеточку. Теперь закрываю и убираю на окно на батарее. Там семена будет тепло, уютно и такой будет микроклимат мини-теплички. Перед этим я посеяла тоже семена питуньи. Вот такой питунья крупноцветковая цветочный хоровод. Здесь очень много семян было в этом пакете. Я посеяла, витаминный был тоже контейнер. И они уже начали потихонечку сходить. Поливаю я такие семена вот так вот по кругу. Не сверху, а по кругу. Потихонечку, потихонечку. Земля напитывается. Это у меня покупная земля для всех овощных, цветочных. То есть универсальный грудь. Я высеваю в таблетки сельдерей. Заливаю точно так же их водичкой. Опять то же самое. То есть впиталось, еще подливаю. До тех пор, пока я не буду видеть, что уже все они выросли настолько, что в них впитывают воду. Этой воды им должно хватить практически до того, как растения начнут сходить. Еще подливаю. Надо же, кто-то вот такое придумал на радость огородникам. Очень удобно. Значит, пока они разбухают, я достану семена сельдерея. У меня сельдерей корневой добряк. Это семена цветущего сада. Кому интересно, это новый сорт пишут. Достигает массу 550-600 грамм. Средней технической спелости. От 100 до 120 дней. Семена обычно очень много. Все я высевать не буду. Но все я буду гораздо больше, чем высевала петлю. По два семечка. Так, семечка. По 4-5. Потому что я не знаю, насколько он схож. Даже побольше. Немножечко насыплю. Наверное, с десяток семян. Я потом или провяжу, или пересажу. Мне обычно жалко выкидывать уже проросшие семена. Поэтому я их не раздам. Не выкидываю никогда. Мне жалко растения. Так, все посеяла. Ничем присыпать я их не буду. Принцип точно такой же, как посадка петуни. Семена петуни прорастают на свету. Поэтому сельдереи тоже очень маленькие семена. Их особо прикрывать даже нечего землей, мне кажется. Я их так по поверхности рассыпаю. Закрываю контейнер. И все. И убираю точно так же на окно. В этот контейнер я посажу лавину красную. Так, тут нет дополнительного пакета. Так, и вот по поверхности я просто распределяю семена. Идем. Закрываю крышкой. И на подоконник. Еще по-другому. То есть, насыпать грунт. Выложить снег. И по снегу насыпать семена. Тоже очень хорошо сходит. Посеяла чуть раньше. Буквально дня 4 назад. Я показывала. Они уже сходят. Это у меня просто кипяченая вода даже. Я полила. Мне лень было идти во снега. И тоже прекрасно всходит. Почему нужна такая вот стерильность. Потому что, как правило, в основном, у многих, почему пикунья пропадает. Но когда я черная ножка. Для того, чтобы это не происходило, желательно, конечно, чтобы грунт был проверенный, хороший. И чтобы вода была все-таки или стерильная, или снеговая. Тогда меньше проблем будет. Вот. Ну, все. Всем пока-пока. Думаю, кому-то это видео было полезным. Так. Сейчас еще раз посмотрю, какими стали таблеточки. Видите? Как они увеличились. И сельдерей уже на моем. Здесь у меня сельдерей. Так. Всю зиму мы собираем всякие контейнеры. Специально не покупаем. И они нам как бы пригождаются для того, чтобы потом высевать семена растений. Все. Всем пока-пока. Надеюсь, кому-то это было полезно и интересно. До следующего видео. Субтитры динам. χор B. Наынешнике. До встречи. Продолжение следует. Спасибо за субтитры глянсами. Продолжение следует...